Сейчас, наверное, очень много приходится видеть и слышать, что нужно вести диалог с властью. И создаются какие-то площадки, или существуют даже площадки, например, молитвенный завтрак или какая-то национальная трапеза, где, в принципе, должен быть такой обмен информацией. Но результата пока что я какого-то большого не видел. Может быть, вы меня поправите в этом вопросе, и если вы также придержитесь мнения, что все-таки это не особо результативные способы, какими они должны быть? Ну, во-первых, надо сказать, что это имитация. Власть вот такие вот площадки иногда позволяет, но только с одной единственной целью – привлечь в свою орбиту религиозных лидеров, особенно таких неуправляемых протестантских, на которых они так или иначе свою повестку дня предлагают и сами так или иначе этот процесс контролируют. Вот это первое. В этом случае люди, которые, скажем, от религиозного сообщества думают, что они входят в диалог, они каким-то образом влияют, потому что они как бы напрямую общаются, это не имеет настоящего результата именно потому, что здесь власть обладает той инициативой, которая разрешила и которая диктует повестку дня и которая сама делает выводы. Мы видим тех ребят, которые были очень активны в продвижении во властные коридоры, думая, что там решается судьба церкви, мы видим, как они утонули там в этих властных коридорах. Никакого совершенно полезного оттуда отклика нет. Более того, протестантские семинарии закрывают, репцентры закрывают, закрыты все двери для публичного, какого бы то ни было, исповедание своей веры, ходят громят собрания по этому закону вот этой яровой, позорной такой. Так что это ошибочное представление, но это режим чекистский. Дело в том, что мы должны понять, чекистский режим, он общество делит на две половинки, свой-чужой. Сектанты, религиозный мир для них представляется, безусловно, самая организованная из всех прочих, где экономика есть, где есть какие-то там политические, общественные интересы. Религиозный мир самый такой, более организованный. Вот есть православие, которое стало полностью на службе власти, абсолютно блокируясь со всеми институтами и поддерживая полностью целиком и всегда. И есть прочие, это подозрительные, это опасные, это секты, которые выведены, или они деструктивные, или они такие, как и свидетели Иеговы, подлежат уничтожению. Но со всеми нами, которые вступают в контакт властной структуры, только с одной целью – держать под контролем, как можно сокращать площадь влияния, и постоянно там оказывать давление, чтобы никаких, вопреки их представлению, связи с Западом, денег Запада, расширения влияния внутри страны не происходило. Поэтому идет тотальное одурманивание. Но ключевым, я услышал посылом, является то, что власть предлагает повестку дня. Это значит, что инициатива исходит оттуда. Можно ли эту инициативу, ну, в части формирования повестки дня, таких мероприятий даже, перехватить церкви и тогда, ну, занять какие-то другие позиции, равного партнерству. Теоретически можно, но практически я был в этом процессе, и я помню, когда мы пытались молитвенный завтрак вот родить, организовать и продвигать, все-таки возобладали те силы, которые говорили, нам нужно проникнуть и войти, вступить в контакт с властью. Давайте вот эту тему для молитвенного завтрака организуем, вот об этом, потому что это болевая точка сейчас в обществе, а мы, как христиане, вот тут как раз откроем волю Божию. И ответ был такой, что это будет воспринято властью как некое сопротивление, это будет воспринято властью как некое наступление на их, так сказать, территорию. Нам бы надо вот то, что власть примет, одобрит, и мы тем самым как бы с ними сблизимся. И вот такая ложная посылка, она всегда возобладала. И сегодня она продолжает доминировать. Были попытки такие, давайте сделаем наше движение, действительно, если мы протестанты, если мы видим волю Божию, и мы хотим этой волей Божией руководствоваться так, чтобы в обществе звучал голос правды, он всегда подавлялся теми, которые говорили, это не получится, потому что нам нужно власть привлечь, чтобы власть нас одобрила, чтобы власть была здесь с нами. Как только власть с нами, она начинает управлять, повестку предлагать. Такое наблюдение хочу вам предложить в качестве рассуждения. На этом молитвенном завтраке в Санкт-Петербурге 15 апреля, который вошел в 2021 году, я практически не видел, да их не было, средств массовой информации, ну, может быть, взгляд с небесный канал и ТБН. А о чем это говорит? Это говорит о том, что интереса у общества к тому, что организуются такие встречи, нет. И в данной ситуации мы же забываем, что кроме власти, кроме церкви, существует еще и общество. И почему у нее нет интереса? Почему церковь не работает на общество, чтобы с ним взаимодействовать, чтобы с ним выстроить диалог и перетащить его, ну, может быть, не на свою сторону, но хотя бы быть понятным для них? Ну, здесь процесс обоюдный. Средств массовой информации не было никогда. Молитвенный завтрак начинался как явление, и какой-то интерес вызывало у некоторых кругов, правозащитных, там, каких-то социальных групп. Но власть всегда держала дистанцию и закрытость. Власти запрещали средствам массовой информации освещать этот процесс. Было время, там, кредо как-то появлялось, больше, наверное, никто. Однажды, может быть, какая-то светская еще газетенка написала в тот период, когда Торшин проявлял активность, желая воспользоваться вот этими связями. Молитвенный завтрак, он проявлял интерес у людей, дип-миссии в Москве находящихся, и, естественно, опыт мирового молитвенного завтрака в Вашингтоне. И тогда Торшин прилагал эти усилия, и тогда была небольшая, так сказать, популяризация в средствах массовой информации. Но ограниченная определенным углом зрения. Поэтому, с одной стороны, нет средств массовой информации, и поэтому общество не знает. С другой стороны, ведь в обществе формируется мировоззрение. И средства массовой информации очень сейчас стали такими вооруженными силами, которые формируют совершенно однобокое сознание, популяризируют однобокую точку зрения и унижают, всячески отвергают или замалчивают прочее. Возьмите хоть вот эту историю с Навальным, возьмите хоть историю с любыми другими свободомыслящими. Это люди все выведены за скобки, они являются врагами. На них ставят печать иностранный агент. И делают это, несмотря ни на какие законы, несмотря ни на какую реальную картинку. Иностранный агент, штамп и все, закрыт голос. Это очень узкое и противное такое вот, ну, просто первобытное мышление, когда это пещерное буквально. И оно осуществляется. Средства массовой информации сегодня обслуживают. Они тоже коммерческие, им нужны деньги. Эта тема не даст прибыли. Поэтому тут сложно очень. Сложно очень. Но очень много сейчас в благосфере людей, которые работают сами на себя. Почему им эта тема неинтересна? Мы, как церковное объединение, не можем нащупать этот социальный нерв, то есть понять интересы общества лучше, чем их понимает власть, для того, чтобы, ну, будем говорить, получить легитимизацию не от того, что ты там с кем-то дружишь в Кремле или где-то там губернатор в области, а от того, что у тебя за спиной много людей, разделяющих твои взгляды. Нет у нас, понимаете, вот если задаете вопрос этот, у меня сразу открывается картинка разобщенности и разделенности христианства. Если взять православие как мощное такое христианское определенный, скажем, взгляд, но тем не менее влиятельный очень и по количеству, и по разным родам другим аспектам. Там и средства массовой информации есть, там и есть связь с властями. Христианство православное, оно изолирует себя от всех прочих. Оно ведет политику изоляционистскую, и, мало того, антагонистичную по отношению ко всем прочим христианским движениям. Они спокойно говорят, наши мусульмане братья, а христиане прочих конфессий, их просто нет или они враги наши. Потом наше протестантское, скажем, собрание, многоликое, многообразное, оно между собой тоже самое находится в противоречивых отношениях, в этой конкуренции, в этом осуждении, обвинении. И если молитвенный завтрак являл собой некую попытку за одним столом собрать представителей разных, то это было только на два часа молитвенного завтрака. Закончились, разошлись. И чтобы собрать в следующем году опять этот молитвенный завтрак, нужно преодолеть сопротивление, потому что баптисты говорят, как, мы с адвентистами, что ли? Адвентисты говорят, как, мы с баптистами будем? Харизманты говорят, ну как же это можем? Мы же разве можем с ними общаться за одним столом? И внутри, вот в самом, скажем, низовом слое общества нашего, там противоречие, там нету мира. И люди на лидерских позициях являются представителями именно этого, противоречивого, воинствующего, враждебного, разделенного христианства. Если бы мы могли осознать свою ответственность, Христос говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, будьте едины, да уверует мир, что я послал вас. А мы не едины, мы достоинством считаем свою враждебность, изоляционизм свой считаем достоинством. И не преодолена это, вот страшная наследственность времен прочих древних, не преодолена. Ни в сознании, ни в повестке дня нету этого, чтобы мы, как христиане, могли проявлять уважение и признание христианам другой динаминации. Ну, мне кажется, на пути вот этого признания, горизонтальных таких связей, как это сейчас принято называть, очень часто стоят религиозные лидеры, которые, ну, как вы говорите, если что, отлучим. Вот. И в этой связи возникают какие-то попытки это сделать. Ну, например, там, Евангельский альянс, он подразумевает, что это горизонтальные связи, это связи любого уровня, это не связи там союзов друг с другом, церквей, а это дружба христиан разных динаминаций между собой. Но и этому пока что не дает реализоваться, ну, по крайней мере, вот около 20, по-моему, лет существует российский Евангельский альянс. Но вот только какие-то сегодня попытки совершаются что-то изменить серьезно, но до этого это все не приносило таких результатов. Почему? Ну, нет результатов именно потому, что глубоко укорененное в сознании христианском осуждение инакомыслия. Глубоко укорененное. Раньше, чем альянс появился у нас, и знание об альянсе пришло на нашу территорию, здесь трудился такой Билли Грэм. Кто его не знает, это теперь Франк Грэм трудится. Он проводил еще в Советском Союзе евангелизацию, это была мечта его жизни, да, чтобы сделать проповедь, он благовестник. И чтобы сделать проповедь, когда такая открылась дорога и возможность открылась, он, значит, собирает вместе баптистов, пятидесятников, адвентистов и говорит, давайте сотворим, давайте людей приглашайте, давайте эти люди будут слышать Евангелие, давайте потом с этими людьми совершайте дальше работу, учите их Евангелие, учите их вере. Какая была вот в глубинке реакция на это прекрасное служение Билли Грэма? Он был поставлен в нашей стране за пределы уважаемых людей, их умения, он объединяет адвентистов с баптистами, он с пятидесятниками собирает в одном собрании людей, какое это благовестие, какое это Евангелие. И эта вражда ведь не прошла это сегодняшнего дня, она не прошла. Мы говорим, вот власть такая, вот такие вот здесь вот наследственные, христианство прежде всего, христианство прежде всего, не проповедует Христа, не видит Христа, видит свой клочок земли, каждый, и за этот клочок бьется, унижая, практически война, та же самая, тот Крым отобрал, а этот отобрал двух верующих из этой Средней Церкви. И эта вот войнушка вот такая мелкая, мелкая, она сегодня на щите, и она главная в повестке. Не допустить, не допустить, борьба вот с этим, возьмите самые активные, это как раз между собой на кулаках. А Церковь не должна разве воспитывать человеке вот такое желание свободного волеизъявления? Ведь об этом же и Христос говорил, да, что? Конечно. Необходимо, чтобы вера была свободной, чтобы она не попринуждена. Вы же понимаете, когда вот я как пастырь, и у меня так примерно 10-20 человек, которые уже готовы меня слушать, и я стану их воспитывать свободными. Вот самый свободный завтра уже уйдет, у него свобода. Пусть завтра уйдет еще один. Я их воспитаю свободными, и в один и трех разный момент я обнаружил, они свободные, все разошлись по своим приемлемым для них, ценным для них направлениям, или группкам, или территориям. Вот это вот меня сдерживает. И я учу не свободе, я учу закрепощения. Я учу как раз, ну я говорю на себя, а это общая тенденция. Я учу, что настоящая вера вот здесь, где я ее преподаю, настоящее спасение только вот на этой скамеечке будешь, вот тогда можешь спать. Вышел, все, потерял спасение. И мы вот в этой замкнутом пространстве врем людям, понимаешь, создавая свою сектантскую группировку. Не Христа проповедуем, не Евангелие освобождения проповедуем, мы проповедуем Евангелие закрепощения. И если человек вышел, вот тогда мы на него клеймо. Отступник, еретик, были наши, но открылось, что не все наши, поэтому они вышли от нас. Христианское крепостничество такое, да? Ну да. Но сейчас же все-таки эпоха такая, блокчейн, горизонтальных связей. Если мы говорим о том, что не трогай моих, но ведь за забором, за оградой церкви есть множество тех, кто не охвачен Евангелие. И получается, что стратегии завоевания этих душ-сердец у церквей нет. Стратегии какие-то удержания своего. Я там царь горы, и всех сталкивают с этой горкой. Но на самом деле, вот сейчас, буквально несколько дней назад я прочитал там новую декларацию о том, что служение внецерковным христианам. Вот что это за тенденция, с вашей точки зрения? Мне понравилась эта декларация, ну, скажем так, вот в этом тезисе служения внецерковным христианам, там детализация может выявить некоторые и противоречивые вещи, но сам по себе вот этот подход мне понравился. Во-первых, актуально, потому что на самом деле у нас в России христиан бродячих, их несметное число, да, и вот на них на все вешают клеймо, вот так вот печатая их, как отступники. И только вот теперь это новое движение, которое говорит, а мы им будем служить. Не зазывай их ни в какую ограду, не надевай на них никакие регалии. Мне это понравилось. И я думаю, что это вот здравый голос, здравый голос. Вот это вот ближе к христианству Христовому, чем любое другое. Потому что вот если смотреть на Христа и даже на апостолов, наши динаминационные перегородки и вся вот эта враждебность, она рождена временем, но не рождена Евангелем. Она не рождена Евангелем. Если мы читаем Христа и действительно веруем во Христа, когда он говорит, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Верующий в меня имеет жизнь вечную. А мы же обставили с какими еще условностями. Ты веруешь, но не так. Ты веруешь, но живешь не так. Ты веруешь, но на самом деле ты не веруешь, потому что и бесы веруют, и трепечат. И фактически вот верующих-то и нет. Вот здесь и происходит дележка, заборы высоченные, и люди прячутся друг друга осуждая, потому что там одежда не такая, там молитва не такая, там песня не такая, там, понимаешь, молодежь не такая. И вместо того, чтобы говорить, мы веруем во Христа. Я понимаю, что здесь есть опасность, когда есть вот такая безграничная жизнь. Она теряет вот эту идентичность, теряет это лицо христианина. Но мне представляется, она наиболее эффективна и точно соответствует Евангелию. Нужно ли использовать сейчас выборный год, 21-й, для того, чтобы постараться христианам объединиться, по крайней мере, вокруг такой задачи, как свобода вероисповедания. Ведь сейчас время давать наказы и заключать, может быть, какие-то соглашения с политическими партиями, которые пойдут в Думу и будут представлять интересы, чтобы они представляли и христианское сообщество. И в этой связи, видите ли, в этом перспективу, и как это должно быть реализовано? В религиозном организации запрещено участвовать в политической жизни. А где такой запрет? Значит, они не могут ввести предвыборную агитацию, пропаганду. Они могут заключать соглашение? Ну, как в частном порядке это могут заключать соглашение, но на предмет чего? На предмет того, что мы политической силой такой-то даем наказы о том, что придя в Государственный Дум, если они придут, мы с вами публично об этом договариваемся, чтобы закон яровой был отменен. Да. Но это уже вступает на дорогу политической борьбы. Религиозная организация здесь подпадает под определение, что она занимается... Политическая борьба, но это немножечко другое. Это когда религиозная организация своей целью видит приход к власти. Я понимаю. А участие в политике не запрещено. Тем более, это, по-моему, законный, публичный способ свой голос озвучить и закрепить его каким-то образом в каком-то... Мне нравится ваше предложение. Считаю его очень разумным и здравым, но вижу, что в нашей реальности сегодня вот такие маневры, такие маневры, они просто пресекаются сразу на старте. В самой церковной общине эти вещи сразу подвергаются абскурантизму. Ну и, естественно, светская власть за этим наблюдая то же самое, сразу выдвигает репрессии. Каким образом вот сейчас идет преследование людей, которые нигде никакого преступления не сделали? Они всего лишь на все свою политическую ориентацию определили, свои пристрастия определили, где-то высказались, где-то согласились вести борьбу. И вот он еще ничего не сделал, как Володя Рыжков, но он уже арестован, и сегодня предстаньте перед судом. Какое преступление? А мы придумаем преступление, неважно. Так, тем более религиозное, потому что когда религиозное обвиняется в политическое, это легко и просто делается. И за этим еще идут угрозы. Мы тебе тут закроем дом молитвы, мы тебе здесь то и другое сделаем. Это очень бедное сообщество, оно бедное количество, но еще бедно материально. И вот туда выходить, на эту поляну, а во-вторых, ведь возьмите любого кандидата в депутаты, они все под православным флагом. И как только они выходят на какую-то территорию неправославную, они теряют поддержку сразу православных. Это очень жестко, мы их не ощущаем, может быть, так находясь в бытовой жизни, но жесточайшая граница проведена. Возьмите все любые государственные служебные должности, положения, и в том числе политические борьбы. Православным, пожалуйста, экономики финансирования, наши бизнесмены, кто могут пожертвовать, если протестантской церкви об этом узнают. Ну, его бизнес разорят. Его бизнес разорят. Это такая же, это чекистская сеть паутина, она проникла во все сферы жизни, она контролирует все и преследует все. Это убита вообще инициатива. Я бы за две руки поднял, за то, чтобы мы могли именно так общаться, но у нас культура другая. У нас культура другая. Спасибо. Да, пожалуйста, спасибо вам, что вы такие темы трогаете. Болезненные, острые. Я за то, чтобы они были в публичном пространстве, чтобы мы о них спокойно говорили, и в том числе в церковном сообществе, потому что мы граждане, нам Богом данная ответственность на этой земле, этот свет утверждать. Быть этим светом. А как быть светом, если мы в чуланах сидим? Как быть светом? Ну, в конце концов, стучите. Будем стучаться? Будем стучаться, конечно. Смешно. Не забываем. Не забываем. Не забываем. Продолжение следует...